Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь Русская празднует День Всех Своих Святых. Каждое дерево должно приносить плод. И вот то дерево, которое было насаждено Святым Владимиром, князем киевским, которого народ прозвал Красное Солнышко, принесло вот такой обильный плод. По пророчеству, которое произнес еще апостол Андрей Первозванный, о том, что вот на том месте, на киевских холмах, здесь будет город со множеством церквей, и вот оттуда пошла вера на русской земле. И хотя мы живем в эпоху по сравнению с тем славным временем весьма скудную, но тем не менее мы являемся наследниками всего этого огромного духовного богатства. Господь Сам пребывает в непрестанном, ни в чем неизменяемом блаженстве. то, что происходит с нами, не может повлиять на то, чтобы изменить его состояние. И в силу того, что Господь нас создал по образу и по удобию своему, каждый из людей, родившихся на земле, он тоже призван вот к этому блаженству. Но в силу греха между Богом и человеком возникла стена. Поэтому через эту стену человек перестал видеть Бога, перестал Его слышать, перестал Его чувствовать. А осталось только одно. Вера. Вера тому, что Он есть. Вера тому, что Он нас любит. Вера тому, что Он о нас заботится. Вера тому, что Он нас хочет спасти от нашего греха. Но вот в результате греха человек не только потерял возможность непосредственного общения с Богом, как это было у Адама до грехопадения, но в результате еще и сама природа человека повредилась. В Евангелии есть такой образ про поле, которое засеяно сорняками. Вот мы знаем, кто, ну, хоть какое-то отношение к сельскому хозяйству имеет, что можно взять какой-то участок земли, его вскопать, землю просеять, все сорнячки удалить и оставить на некоторое время. пройдет месяц, и мы увидим, что поле опять покрыто сорняками. Пусть не так обильно, как это было прежде нашей такой агротехнической операции, но, тем не менее, все покрыто растительностью, притом не той, которая нам нужна. Вот если нужно засеять чем-то полезным для нас, то, может быть, придется и пересевать, и закрывать всякими пленками, и дополнительно удобрять, и поливать, и бороться со всякими насекомыми, и так далее, и так далее. То есть сорняк растет сам, очень обильно. Причем, чем лучше мы удобряем почву, чем лучше мы за ней ухаживаем, тем он скорее использует ее для себя. Вот так и душа человека. Чтобы взрастить в ней что-то доброе, нужно очень много усилий. Причем усилий постоянно. А если над этим не трудиться, над полем своей души, своего сердца, то сорняки растут сами. Есть такой термин невоспитанный человек. С этим человеком неудобно. С невоспитанным человеком вообще жить нельзя. С ним нельзя работать. С ним нельзя о чем-то договориться. С ним нельзя никуда пойти. Обязательно будет какой-то скандал. Обязательно что-то произойдет несуразное. Обязательно возникнут какие-то проблемы. Хотя его специально злу никто не учил. Но его не учили добру. Он невоспитан. Он в добре невоспитан. поэтому он вот такой, какой он есть. То есть общество людей более или менее воспитанным, оно его отвергает. И чем строже условия воспитания, тем меньшее количество людей может войти в это общество. потому что всякая невоспитанность она отталкивает. Потому что принято у людей так и так. Если человек приходит с другими представлениями, с другими формами поведения, жизнью и каких-то умственных представлений, то он уже не может с этими людьми никак общаться. Люди так и говорят, мы не можем найти с ним общий язык. Не можем. Ему говорят, не хлопай дверью, а он говорит, а почему? А она сама хлопает. Или там, а у нее пружина. Потому что других людей на протяжении там 10, 12, может 15 лет ежедневно приучали, дверь нужно за собой придерживать, чтобы она не хлопала. Говорили это, наверное, полторы тысячи или 15 тысяч раз, прежде человек это усвоил. Поэтому когда другой начинает хлопать и он сделал замечание, то это еще не вошло в его сознание и он даже не понимает собственно а почему. Вот всякое зло, всякий грех растет в человеке сам и очень обильно. Конечно, этому помогает и дьявол, и та среда, в которой человек живет, к сожалению, в грехов среди таких же, как он несчастных и грешных людей. И понятно, что жизнь греха это жизнь падения пропасти. Сначала человек ругается скверными словами, потом он пьет спиртные напитки, потом он врет безбожно на каждом шагу, потом он что-то украдет, ну а потом тюрьма. другого сценария не бывает. Покажите преступника, который не пьет. Покажите преступника, который не сквернословен. Это невозможно. Это обязательно одно без другого не бывает. Начинается с одного, кончается всегда другим. Ничего нового. Берем Бразилию, берем Австралию, берем Гренландию, везде одно и то же. Хотя люди никогда друг друга не видели, не слышали. Посмотри любой детектив, что английский, что американский, что французский, что австралийский, везде покажут одно и то же. Вот зависть, вот деньги, завещание, вот убили, вот подсыпали, вот отравили, все одно и то же. человек один и тот же. И грехи у него одни и те же. Независимо от того, в какой стране он живет, на каком языке говорит, сколько классов он кончил, не играет это никакой роли. Играет роль только воспитанным в духе христианском или нет. Есть у него внутри некоторые вещи, через которые он не может, причем сознательно переступить. И вот путь этого воспитания, он очень труден, потому что он зависит не только от того, кто и как, и сколько человека воспитывает, а еще зависит от того, как человек воспитывает себя сам. вот Господь пришел на землю для того, чтобы человеку дать возможность спасения. И выбрал из среды израильского общества 12 человек и начал им преподавать новый образ жизни, который ведет к блаженству. Он это так назвал, потому что вообще-то каждый человек, и он естественно стремится к счастью, к радости, в человеке это неистребимая жажда. у любого человека маленького, большого, старого спроси, хочешь быть несчастным, хочешь быть скорбным, хочешь быть больным, хочешь быть всеми отверженным. Нет, человек скажет, я не хочу. Человек хочет быть в радости, человек хочет быть в покое, человек хочет, чтобы его никто не мучил, человек хочет, чтобы у него ничего не болела, и так далее. И Господь дает вот этот путь. Причем Он говорит, от чего это зависит. Потому что путь греха он приводит к деградации, к уничтожению не только всего живого, но и самого человека. Потому что человек в грехе, он дезориентирован. Как добрый росток среди моря сорняков. Он просто заглушается, не приносит плода, и даже сам не видит, не понимает, не чувствует, где он и как растет. И вот этот путь Господь изложил в той беседе, которую мы называем Нагорная проповедь. мы читаем именно в этот день всех святых. Почему? Потому что те люди, которых мы ныне прославляем, они достигли этого блаженства. Человек трехсоставен, поэтому человек может испутить блаженство телесное. Ну, поел, поспал, ничего не болит, не нужно идти на работу, человек находится в покое, в отдыхе, и у него блаженное состояние. Но это телесное. Человек может сходить на концерт хорошей музыки, человек может пообщаться с друзьями, почитать хорошую книгу, пойти пособирать грибов на природе, послушать пение птиц. Какая красота! Это удовольствие душевное. Ему говорят, ну, что ты так мало грибов собрал? Спрашивает его плотской человек. Главное добыть гриба. А он принес два червивых подберезовика. Он говорит, а для меня не это важно. Для меня сам процесс интересен. Потому что он не думает о том, как он набьет себе живот замечательными белыми грибами. ему сама вот эта прогулка, общение с божественной природой, она приносит ему радость. Если будут при этом еще и грибы, это неплохо. Но идет он не ради грибов. Можно и на рынке купить уже отборных, хороших, и вообще без всяких ну, таких физических затрат, исключительно только денежные. Но если уж так хочется грибов, можно и пожертвовать какой-то частью А есть блаженство духовное, когда человек пребывает в полной гармонии отношений с Богом и со всеми людьми. Он примирен. Вот об этом говорил преподобный Серафим. стежи мирный дух. Потому что только это состояние души оно дает возможность святому духу прийти к человеку. И начинается для человека полное духовное общение с Богом, который сам по себе тоже есть дух. Поэтому дух человеческий общается с духом Бога. И вот это есть гармония, счастье, красота. Если телесное наслаждение отнято может быть легко, зуб мудрости заболел, или в трамвае какая-то женщина каблуком прямо на плюс наступила ноги, вонзила, и вот три дня будет болеть не меньше, вот и кончилось. Телесное наслаждение, и уже ни пельмени, ни в радость, ни маринованные грибы, ничего. Так же душевно удовольствие сидит, человек на концерте слушает, вдруг телефон зазвонил, у кого-то алло, человек начинает разговаривать, испортил все впечатление от концерта, может даже и музыканты сбиться. А вот духовное, оно не может быть отъемлемо до тех пор, пока человек сам не отгонит от себя благодать Святого Духа. Чем? Грехом. Поэтому вот борьба с грехом это есть главная задача духовной жизни. Тогда благодать Божия приходит, очищает человека от греха, и человек становится хранительным этой благодати Божией, и живет в непрестанной радости. Некоторые люди спрашивают, ну, как же, ну, допустим, вот вы христиане, вы спасаете свою душу, вот вы достигнете рая, царства Божия, а как же остальные люди, которые не попадут, как же вы будете радоваться, а они будут несчастны, страдать, что же вы, совсем бессовестны? это говорит человек, который не понимает, что такое общение со святым Духом. Не понимает. Он не понимает, что радость человека может так переполнять, что даже если он, его в тюрьму, его там несправедливо посадили, и он лишился какого-то имущества, или он тяжело заболел, это не отнимает радость. Человек остается и сочувствующим, и могущим вникать в какие-то дела, как Господь сам, он в наши дела вникает и очень подробно, но от этого он не становится менее блажен. И вот путь этот начертан вот в этих словах. Господь говорит, блаженно нищие духом, ибо ваше есть Царство Небесное. Каждый из нас должен знать, что такое есть нищета духовная. Нищий это кто такой? Это тот, который просит, тот, который не имеет, тот, который хочет получить. Нищета духовная это сознание собственной недостатка в духовной жизни. Это человек, который постоянно просит этого у Бога. Потому что обычный человек, он находится в гордой замкнутости собственной глупости. Он обычно всех учит, всегда ставит пример, относится к себе очень неплохо и считает себя мерилом всех вещей. Приедет какой-то монастырь, ой, там такая благодать, что это ты взял? Ты кто такой? Что ты в этом понимаешь? Молчи, не выказывай свою дусть. Что ты в этом смысле нашелся преподобный? А человек как? Мне там хорошо, следуем там благодать. Ничего себе. Тоже мне нашел испорченный какой-нибудь авометр или там какой-нибудь динамометр, с помощью которого что-то там пытается разобраться. Вспомни человек, ты есть разбитый градусник. Он ничего не показывает, кроме собственной глупости и кроме собственной греховности. Вот удел твой. Поэтому нужно стяжать нищету духовную. как условие будущего блаженства. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Только плачущие о своих грехах. Может быть не буквально, со слезами, но если человек внутри не содрогается особо греху, если действительно он не оплакивает их, если он равнодушен, как обычно некоторые даже начинают исповедоваться в грехах всего человечества. Ну, батюшка, все мы грешные. Спрашивали, кто мы-то? Ну, ну, я. То есть признаться, что он грешен, даже так в общем, и то неохота. Вот когда мы, это как бы так попроще. А нужно увидеть свои грехи, увидеть все их беззаконие, всю их неправду, и перед людьми, и перед Богом. Обычный человек склонен только себя оправдывать. Вот любому человеку скажи там нечто, он тут же начнет оправдываться. Тут же. Он не может даже это выдержать. Ни один человек не может выдержать вообще прямого обличения. Потому что если человек обличить, он не упадет тебе в ноги, не начнет целовать твои ботинки, сказать, о, молодец, ты меня дурака вразумил. Он начнет что? Обижаться. Обижаться. Иногда даже так, что ты не имеешь никакого конкретного человека в виду, но нечто скажешь, а человек подумает, что это про него, и обидится. Иногда на несколько лет. Хотя и так же человек думает и о других. Почти каждый день кто-нибудь приходит и говорит, батюшка, вы на что-то на меня обиделись. Я говорю, ты знаешь, я даже забыл, как тебя зовут. Как я могу обидеть? На что? Мне еще какие-то обиды выяснить? Да мне некогда, пойми. Как обидеться и вообще ни ухом, ни рылом, как говорится. Нет, а человек вот думает, почему? Ну, он сам такой, он все время обижается, он все время пребывает в обиде. То на одного, то на другого. Поэтому людям обычно, вот в любую семью войдешь, сможет там спор. Из-за всего. Из-за программ по телевидению, из-за немытой посуды, из-за того, что один не поставил тапки на место. То есть, из-за всего спор, скандал, взаимные упреки, укоры и так далее. То есть, большая часть времени проводится в том, что люди все время себя пыняют. Они мучают друг друга. И они иначе не могут. Почему? Потому что их главное состояние обиды. А нужно плакать о своих грехах. Поэтому, если человек плачет о своих грехах, ему, конечно, не до того уже, что кто-то на него обиделся, что он кого-то обидел, он уже совершенно в другом находится поле. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Человек стремится все время к обороне. А если есть возможность, от обороны стремится прийти к нападению. А Господь учил своих учеников. Я посылаю вас, как анцев посреди волков. Когда Петр вынул из нож, нож из ножа, он сказал, вложи его на место. Это совершенно не нужно. У нас совершенно другая задача, мы ищем совершенно другого устроения. это повредит душе. Это совершенно ни к чему. Не нужно меня защищать. Кротость, или иначе можно назвать незлобие, а мы постоянно возмущены, мы постоянно ищем справедливости, причем только в одну пользу, в нашу собственную. потому что если действительно справедливость любого человека и здесь присутствующих тоже, взять и по справедливости с ним поступить. Вот взять всю совокупность его грехов от рождения и до сегодняшнего дня. Всю оставшуюся жизнь любому нужно, ну как минимум, в тюрьме провести. Или в язвах лежать и помирать. вот это было бы справедливо. Если бы за все, что мы в эту жизнь привнесли, если бы нам за все бы отплатить. Но мы-то себе прощаем легко, а с других, к сожалению, требуем невозможного. Поэтому единственная возможность этот мир избавить от зла, это достигать крутости, незлобивости. И Господь сам таков был. Он и своим ученикам говорил, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Почему мы все такие раздраженные? Потому что нет в нас кротости. Апостолам было тоже трудно, тяжело. Но представь себе, земной шар, на нем живут люди, и нет ни одного кроткого. И вот появился Христос первый. И им было вновь, как это так? Он может все. Сказал слово, и из бури стал штиль. Разломил хлеб и накормил пять тысяч человек. Он может все. и вдруг отдает себя спокойно арестовать. У них это не укладывалось в голове. Нужно защищаться, нужно рубиться, нужно и всех убить, нужно стать императором, нужно всех покорить, всех пересажать, нужно порядок, в конце концов. Господь совсем не для этого пришел, чтобы устанавливать какие-то порядки. Нет, у него совершенно была другая задача. Он пришел, чтобы спасти человеческую душу. А она может спастись в любом порядке абсолютно. И в хороших условиях, и в плохих, и при холоде, и при жаре. Это совершенно не влияет. Совершенно не влияет. Наша гневливость и раздражительность, она идет не от внешних обстоятельств. если даже создать человеку за большие деньги идеальные условия. И по отношению к другим равные. Почему зимовка в тайге обычно нормально кончается стрельбой друг друга? Казалось бы, два равных человека пошли в лес на охоту на три месяца зимой. Почему кончается стрельбой? А потому что раздражительность против друга так вырастает в геометрической прогрессии, что люди не выдерживают. Космонавтиков обычно притирают месяцами друг другу, чтобы они там друг друга не передушили в космосе. Стараются, чтобы это была совместимость, долгие тренировки только тогда. И полный занятый рабочий день. Практически никаких отдыхов кроме сна. Потому что в этом ограниченном пространстве это хуже, чем в одиночной камере. Это страшное испытание. Потому что человек внутри не может его грех душит. Его все начнет раздражать. И бородавочка на носу, и то, как он ест, и выражение лица. Не говоря о том, что люди начинают друг друга подозревать в каких-то мыслях. Совершенно в чем человек никак не повинен. Блаженны милостям, ибо они помилованы будут. Чтобы достичь блаженства, нужно быть человеком добрым, милостям. злой человек, он не может достигнуть Духа Святого. Это совершенно исключено. Господь добрый, и он ищет в себе таковых. Поэтому, если хотим жить с Богом, мы должны упражнять свое сердце в милости. Ежедневно. Каким образом? Только одним. Нужно все время делать добро, а то зло, которое делают тебе, немедленно прощать. Вот эти два главных упражнения. Тогда за 40, за 60 лет ты из самого злого станешь добрым. Тогда ты можешь надеяться на спасение души. Если ты как собака, которая на добро отвечает добро, а на зло злом, то тогда ты не способен для Царства Небеса. Только та собака, которая разрешает есть из ее миски, когда она голодит, которая уступит, вот это только и годится. Поэтому Господь тоже поставил это условие. Блаженны милостивы. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьи. вот стремление к миру, стремление к духу мирному, стремление к полной гармонии в отношениях и с людьми, с окружающим миром, с Богом, вот только они могут быть наречены сынами Божьими, потому что этого хочет и сам Господь. поэтому дух войны, вражды, разделения он должен покинуть человека, если он хочет достигнуть царствия. Блаженны чистые сердцем еще сказал Господь. Сердце должно быть чистое, не двуличное, не завистливое, не блудное, не подозрительное, не осуждающее, нет. Сердце должно от всего этого быть очищено. Только тогда Господь Святый Дух может прийти в сердце человека. В противном случае это невозможно. Поэтому каждый христианин он должен стремиться к чистоте сердечной. Ну, а если мы уже всего этого достигли, что тогда? Вот Петр спрашивает у Господа. Вот мы оставили все, что нам за это будет? Да, справедливый вопрос. Потому что борьба с собой это самая тяжелая борьба. Все ко мне плохо относятся, все меня обижают, а я что, должен их прощать и любить? Да, должен. А что в ответ? А в ответ тебя распнут. Распнут. В ответ тебя затопчут. В ответ тебя оклевещут. Чем лучше ты относишься к человеку, тем больше он будет этим пользоваться. Чем больше ты доверишься ему, тем скорее он тебя предаст. чем больше ты будешь милости к человеку, чем скорее он тебя ограбит. Даже пословицу такую придумали. Не хочешь желаний, делай добра. И что же в этом случае? А Господь говорит, радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небеса. Если ты достигнешь такой чистоты сердечной, такого плача о своих грехах, такой нищеты духовной, что на тебя будут клевета, знай, что ты недалек уже от Царства Небесного. Признак того, что ты уже близок к достижению, гонение ото всех. Особенно от братьев по вере. Они тебя будут завидовать. Они на тебя будут клеветать. Они будут в тебе искать всякие недостатки. Они будут, если не хватит недостатков, они оклевещат тебя. Они надумают всяких небылиц, а другие, самые близкие тебе, они этому поверят и будут это разносить по всей вселенной. А ты радуйся. Радуйся. Потому Господь с тобой точно так же было и с самим Христом Спасителем. Точно так же было с апостолом Павлом. Точно так же было с апостолом Петром, с апостолом Андреем. Точно так же было с преподобным Серафимом Саровским. Точно так же было с святителем Тихоном Патриархом Всероссийским. Точно так же было с Александром Невским. Со всеми было одно и то же. И ничего другого нет. Почему? А чтобы человек стремился от Бога получить не награду здесь, на этой земле, а чтобы он желал Царствия Божьем. Вот Господь такую выстроил закономерность. Приходит человек крестить ребеночка. Иногда хочется спросить, а ты знаешь на что его обрекаешь? Что ему церковь обещает? Золотые горы? Или чтобы у него грыжа прошла? Что? Ничего кроме креста. И Господь к этому призывает возьми крест свой и следуй за мной. Другого ничего в христианской жизни нет. Но велика награда на небеса. Поэтому христианство это сознательный выбор креста. То человек выбирает этот путь и без ропота хочет ему следовать. Для того, чтобы быть вместе со Христом и со всеми святыми. Вот если хотим, мы должны этим путем идти. Если мы не хотим, идем к каким-то другим, который, к сожалению, приводит к погибели. Либо вечная жизнь со Христом, либо временное, телесное и душевное блаженство, секундное, которое, к сожалению, кончается и в вечной жизни не продолжается, опять же, к сожалению. И человек, как Господь говорит, отнимется у него и то, что он думает иметь. Ну, как вот человек, у него все отнимается постепенно. И здоровье, и разум, и имущество, и собственное тело даже. То есть человек абсолютно остается нищий. И если он не стяжал духовного, он остается нищим. И тогда что? Страдает. Поэтому в этом смысле вот теперешняя жизнь со всеми радостями это есть иллюзия и обмаз. Просто сатанинский обман. Человеку так голову закружить, чтобы он уже не думал ни о смерти, ни о вечности, а вот только вот здесь бы сейчас что-то ухватить, собрать, съесть, отнять, украсть, отнести, спрятать. Вот. И все это жизнь она быстренько проходит и человек становится абсолютно нищим. Господь хочет от всего этого спасти и спасает. А нам нужно стараться только это спасение усвоить. Помоги нам в этом Господь. не аплодисменты. Субтитры